В прошлом году в Иерусалиме началось строительство более чем 3,5 тысяч квартир. Это больше, чем в Тель-Авиве. Растет и население города. Почти на 2% в прошлом году Тель-Авив вырос на 1%, а Хайфа на 0,5%. Однако люди покидают столицу именно из-за проблем с жильем. Дело в том, что множество квартир, купленные иностранными гражданами, которые ежегодно проводят в Иерусалиме от силы несколько недель. Мэр города Нирбаркад заявил, что более 11 тысяч квартир принадлежат иностранцам. И надо сделать так, чтобы эта доля пустующих квартир уменьшилась. Через 2 недели в Тель-Авиве в 54-й раз откроется неделя еврейской книги. Здесь будет представлено множество новых и старых книг. Их можно будет купить со скидкой до 20%. Пройдут встречи с писателями и переводчиками, а на сцену поднимутся музыканты и артисты. Авиалайнеры компании Международной авиалинии Украины начали еженедельные полеты по маршруту Харьков, аэропорт Бен-Гурион, Харьков. Одновременно открылась еще одна линия. Львов, аэропорт Бен-Гурион, Львов. Львов, аэропорт Бен-Гурион. Львов, аэропорт Бен-Гурион. Эвальд вручил цифровые камеры нескольким группам еврейской и арабской молодежи Израиля. Потом из всех фотографий были выбраны самые интересные. И получилась выставка с названием «Место, где мы живем». Она экспонируется в Тель-Авиве. Место, где мы живем. В нашей семье, естественно, дети, приличные еврейские семьи, должны будем мучаться музыкой. Какой еврейский ребенок не помняется музыкой? То ли он поет это в Режиме, то ли он играет это футболианом, или на скрипочке, но что он делает? И меня в Режим делом, еще до школы, мне было лет 6,5 лет, которые меня определили учиться музыке. Я был чрезвычайно этим недоволен. Я не любил, не хотел, у меня не было никаких способностей к музыке, никаких. И меня отправили учиться играть на скрипке. Мне купили в эту группу с крипочком, взялась она почти по пьяному делу. Она взялась не «Четвертушка», а «Четвертинга». И у меня была «Четвертинга». Я ходил в музыкальную школу, туда я ходил примерно месяца 4. И мне так надоело, и я так не хотел. Но мама моя была строга, ребенок тоже учиться играть в школе. И я пожаловался отцу, которому вообще дети, брат мой, я и наша сестра, о которой говорили, что мы к отцу обращались редко, не спроем, тем более жаловываем. Это не принято. Тем не менее я пошел и жаловался, что я не хочу играть в скрипке, он заставляет и так далее. И отец спросил, ты не хочешь играть в этом? Нет. Хорошо, когда у тебя очередной дорогой? Сегодня. Он говорит, хорошо, я пойду с собой. И это был первый раз, чтобы он меня взял с собой, и мы шли по улице Горького от Белорусского зала до Пушкинской площади, где была эта музыкальная школа. Мы туда пришли, отец меня придел за руку. Я очень волновался, как будут развиваться события, несем с собой эту скрипку. Директор этой школы, Робин Владимирович, припадщик евреевский, он увидел перец в матише и пришел, не, перец в мать, в волнение. Очень разволновался. Перец в мать, в силу, да. А отец говорит, это мой сын. Да, я знал, он играет в кучица. Ну и как? Спросил, я сказал, учится. Он вообще уже освоил, пичикат он, пицикат, типа балалайки. Я молчу. Матец говорит, скажите мне, рэпит, рэпит. Он говорил по-русски, но из этого мальчина выйдет, да не твой страх. А цвет был такой, не менее. Тур, конечно, не хотел, говорите, расстраивать нас не хотел, директор школы, говорит, пришелся. Нет. Этого я не сказал. Давид, давай страдать, не получится. Тадамского мне сказал, попрощайся. Ты не хочешь, а мы уходим отсюда. Мы вернулись домой, я был абсолютно счастлив. А отец, мы сели за стол, это было очень редкое дело, потому что мы общались, отец был занят, либо он работал, ему нельзя было входить вообще в рабочий кабинет, либо он после обеда, он, наверное, директор, и с мамой уходили, а вечером к нему приходили еврейские писатели, тем более не мешали. И мы сели за стол, отец, говорит, рассказал матери о том, что я освободился от этого, и он мне говорит, приноси мне твою скрипочку, я принесу. И он, моему глубочайшему изумлению, и матерь моей, и моего брата, и мои сестры, он взял эту крохотную скрипочку, взял ее, прижал ее под порог. Это было неудобно, маленькая была. Взял Сумычок и заиграл. Мы не знали, что он играет на скрипку. Он играл, он играл. Я вспоминал эту историю несколько лет после того, как это было, в 45-м году, наверное, а в 53-м году я это вспомнил очень хорошо, потому что я связал свое время, кусочек своей жизни, с музыкальными занятиями. Это было ссылка, мне было 13,5 лет, ссылка была, она выписана, довольно долгая, 10 лет. Голодуха была совершенно чудовищная, чем в Казахстане, в пустыне. И я устроился, несмотря на полное отсутствие слуха, полнейшее. Я устроился в музыкальный оркестр на кладбище. Этот оркестр стал из пяти человек, и я играл там на тарелках. У меня было чувство ритма, поэтому я ловил. А оркестр ждал только одну ныну, Шопеновский марш. Больше ничего не нужно. Играли на свадьбах, если решали пригласить живых людей, то играли и на свадьбах в Шопеновский марш. Живые люди. И я должен был только следить за их. Ну, потому что я не волновала. Но я, вспоминав историю моего обучения в скрипичной игре, и я денег не платили, но кормили на поминках.